Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Никита Образцов. Сегодня хочу предложить вашему вниманию подкаст, который мы записали вместе с Николаем Антоновым, кандидатом теологии и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Этот подкаст посвящен теологии, и здесь мы обсудили самые спорные, самые сложные, самые провокационные вопросы, которые связаны с этой сферой знания. Мы обсудили, является ли теология наукой, почему теологи так усердно и упорно боролись за то, чтобы получить такое признание в России, чем занимаются теологи, какие вопросы они решают, какую методологию они используют, каковы внутренние отношения между теологами и религиоведами, есть ли споры и дискуссии на этот счет. Местами я старался оппонировать Николаю, но основная цель была выслушать его точку зрения. Мне кажется, что крайне важно слушать и слышать другую точку зрения, принимать аргументы, с другой стороны, даже если ты не согласен с какими-то концептуальными вещами. Поэтому, пожалуйста, послушайте наш диалог, мне кажется, он получился крайне интересным, оцените лайком и комментарием мои труды и не забывайте подписываться на канал и поддерживать его донатом или подпиской на Boosty. Для вашего удобства я по традиции добавил тайм-коды, что, кстати, отнимает уйму времени. Не жалуюсь, друзья, но просто констатирую факт. Всем приятного прослушивания. Николай, здравствуйте, большое спасибо за то, что сегодня нашли на меня время и присоединились к эфиру. Что вас, в общем-то, привело в теологию? Как вы оказались в этой области? Можете, пожалуйста, о себе кратко рассказать? История в том, что я по профильному образованию, то есть, в период магистратуры, я филолог. Я в дипломе филологии. И в аспирантуру я пошел уже теологически. Но филолог я не совсем обычный, поскольку программа, ну и та кафедра называлась, на которой учился, программа – это древние языки, древнехристианская письменность. Это одна из программ филологии, которые у нас расположены в университете на богословском факультете. У нас есть, грубо говоря, обычные филологии, там английские и так далее. А это филология именно на богословском факультете. Там же есть и чисто богословские программы, но я учился не на ней. Я учился на филологической программе, и у нас основная идея нашего образования была осмысление процесса становления христианской мысли и письменности через выявление ее истоков, то есть через анализ. Ну, короче, есть просто тема. Вначале первые два курса, грубо говоря, читали в основном Платона, Аристотеля и вот эту компанию, а потом начали читать Капатакийцев и вот эту святотеческую компанию, чтобы смотреть, как они преобразовывали литературные жанры, философскую мысль и так далее. Поэтому я достаточно органично потом занялся Григорием Богословым, сначала в достаточно филологическом разрезе, потом, опять-таки, достаточно естественно, разрез занялся все более теологичным, я начал заниматься темой священства, его мысли и соответствия, но потом уже логичным образом, когда речь зашла про аспирантуру, пошел не в филологическую, а в богословскую, ну, просто чтобы не обманывать народ, пытаясь выдавать богословие за филологию. Вот. Так что, пожалуй, вот так. То есть уже, ну, можно ли сказать, что уже, учась на филологическом факультете, ну, вы тяготели как-то к богословской мысли и стремились это все увязать? Ну, и да, и я тяготел, ну, и как бы так устроен в целом образовательный трек, что это филология, ну, вот, то есть это именно древнехристианская письменность, да, то есть понятно, что нас богословские сюжеты так или иначе интересовали, предметы такие тоже были, меньше, чем у богословов, конечно, сильно меньше, да, но, тем не менее, тоже какое-то общее введение, и, ну, мы прочитали много текстов святых, в тот момент, в том числе, там, на греческом, на латинском, помимо всяких там цицеронов и вот этих всех классиков, да, мы читали святых отцов в оригинале какое-то количество. Скажите, пожалуйста, вот вы недавно защитили диссертацию кандидатскую по теологии, а скажите, чему она была посвящена? Я для случая открыл, чтобы не сказать в названии, ну, что проблема, значит, я лучше процитирую, потом, может быть, скажу, что это значит, ну, нет, там более-менее все-таки нормальное название, «Богословское осмысление святителем Григорием Незианзиным темы священства в социокультурном контексте поздней античности», на материале конкретного одного его текста. меня интересовало, как он выслит священство, ну, и как бы две точки, да, и некоторое богословское осмысление, с другой стороны, то, что вот мы назвали в итоге социокультурным контекстом античности, ну, поздней античности, то есть попробовать понять, как он использует образность, лексику, идти на аппарат, вообще мир, то есть как он в этот мир вписывает фигуру священника. То есть, когда, мне кажется, там, светский человек слышит диссертация по теологии, да, или там, теологическая работа, он себе сразу представляет что-нибудь в духе, там, окончательное финальное обоснование существования Бога или что-нибудь такое, что-то похожее на труды, скажем, средневековых теологов, которых люди часто читают, ну, скажем, да, там того же Фома Квинского или Ансельма Кентерберийского. А ваша работа, если вот так вдуматься, ну, она вполне себе может быть названа отчасти исторической, отчасти философской, я хотел сказать. А почему всё-таки она называется именно теологической? Да, ну, тут, значит, в общем, нужно, я боюсь, сделать будет несколько отступлений, может быть, с вами как-то это сейчас проговорим. То есть, как бы хочется не прямо ответить на вопрос, а, да, показать ту точку зрения, из которой я смотрел. То есть, опять-таки, если посмотреть дальше в текст, то скорее её можно было бы даже почти в сущем виде засчитать как филологическую работу, поскольку я всё-таки филолог и работаю филологическим инструментарием. Можно было бы это же делать, да, историческим, на историческом подходе, скорее, да, и так далее. Но, да, здесь стоит, мне кажется, различать, ну, как бы, да, отдельные методологические заходы. Ну, то есть, вот, грубо говоря, у меня там сколько-то глав, и у меня все главы, они в разной методологии сделаны, потому что они, ну, понятно, да, там разные. Где-то я анализирую жанр, там это чисто филологический подход. Где-то мне интересует категориальный аппарат, это, конечно, скорее философский, да, ну, и так далее. Поэтому, да, как бы, нельзя по одному вот конкретно используемому в конкретной главе методу, да, вот, отнести в целом к направлению. Должна в целом постановка вопроса, да, и действительно теологи, то есть научная теология, они, конечно же, не занимаются, ну, вообще, доказательство бытия Божьей, они никогда не были специальным предметом теологии, понятное дело, потому что, ну, то есть, это там какая-то естественная теология, да, или какая-нибудь там, что сейчас скорее назовут философская теология, да, но это не предмет теологии вообще, доказательство бытия Божьей, ну, может быть, про это потом поговорим. Интересно исследовать веру церкви, как церковь. Ну, я специально, да, продумал и прописывал богословскую составляющую моей работы, значит, и я бы, пожалуй, сформулировал её так, да, что здесь важно, да, используя разные там филологические, местами исторические, местами философские, и заходы конкретные, да, и конкретные там элементы текста, да, важна точка зрения исследования, постановка проблемы, как делается и как выбирается материал для них. Мне кажется, что моя работа теологическая именно потому, что я анализирую вот этот вопрос как элемент веры церкви, да, то есть я мог бы, и существуют такие работы на разных языках, да, эта тема исследовалась, да, где этот, ну, она делает совсем других, более там исторических доходов каких-то. Когда я услышал тему вашей диссертации и то описание, которое вы предложили, у меня просто вот в голове щёлкает. Я думаю, ну, ведь это абсолютно была бы нормальная религиовическая диссертация. То есть мы изучаем взгляды того или иного религиозного деятеля или там мыслителя на церковь. Почему это не религиоведение? Я вот искренне отказываюсь понимать. Потому что тут вам и историческая методология, и, собственно, философская, и филологическая, как вы сказали. То есть отличие получается всего лишь в том, что это церковный взгляд. Но в чём тогда этот церковный взгляд проявляется? Почему это не религиоведение? Да, очень хороший вопрос. Значит, смотрите, отступая ещё чуть-чуть на шаг назад, мне кажется, с проговорить важным, очень один пункт важный отметить. Значит, на мой взгляд, часто забывается, я не знаю, мы всё-таки планировали, я думаю, позже, конечно, всё-таки перейдём, да, к критике теологии там, а-ля Панчин или его конкретно. Значит, мне кажется, что в ней во всей не учитывается один важный момент – это гуманитарная наука. Я прошу прощения. Как и, да, филология, религиоведение, культурология, дальше, в общем, какой-то список. А гуманитарная наука для меня главным синонимом в последнее время, ну, то есть там, понятно, есть там деление на науке о культуре, на науке о природе, и вот эти все вещи, совершенно правильные и справедливые, да. Мне кажется, важнейшей характеристикой всех гуманитарных наук будет то, что это науки герменевтические, науки, которые занимаются толкованием. Герменевтика – вещь непростая, но всё-таки имеющая свои законы и правила, которые описаны, опять-таки, там понятно, что ведётся полемика, там, и кембриджская школа, ты что хочешь из 20-го века, да, которые предлагают разные, там, модели того, как правильно проводить герменевтические. Но всё-таки некоторое общее понимание, я думаю, мы согласимся, что есть. Да, что, с одной стороны, эта вещь ограниченная, да, отличающаяся от, там, появления физических законов, биологических, молекулярных закономерностей, и ещё другого, да, потому что она определяется, а, субъективностью исследователя, б, субъективностью, я подчёркиваю, исследуемого объекта. Когда мы говорим о культуре, мы говорим о том, что произведено человеком, а не о природе, да, то есть это деление актуально для нас. Соответственно, важно подчеркнуть, конечно, что никогда не бывает ситуации, когда, в общем, некое, неважно что, созданное человеком, следует за человеком, то это, значит, присутствует на какую-то объективность. Значит, я дальше, меня сейчас можно пытаться здесь начать ловить, я при этом большой сторонник стремление любой германопитарной науки к объективности, но всё-таки я понимаю ограничения. То есть есть те, кто из этих моих слов выведут, что ну и не надо, там, в общем, это всё такой творческий поток и так далее. Нет, ни в коем случае, это наука. Просто, да, ну, надо понимать, что она другая по природе. И здесь теология не отличается от филологии на этом этапе пока, да. И от религиовидения, соответственно, тоже, на мой взгляд. Да, соответственно, только человек может изучать человеческое, да, понимать какой-то созданный объект. Ну, в нашем случае текст в основном, всё-таки, мы протекстуальные науки говорим, хотя понятно, что там памятник, да, может быть. Вот, да, чтобы его понять, надо понять именно, опять-таки, субъектность его создателя. Текст и памятник. Что он хотел, да, его там, в том числе, переживание, что-то вот такое. И это делается только через моё, опять-таки, понимание, которое сильно опосредовано моими субъективными данными. Значит, опять-таки, да, всё это предисловие не к тому, что мы отказываемся от научности, мы к ней очень сильно стремимся, мы её всячески пустируем и пытаемся её вывести. Но просто, конечно, эта научность ни в какой момент не может вставать рядом с принципами наук о природе. Это, мне кажется, принципиальная путаница, с которой всё равно у нас голова почему-то очень часто возникает. В этом смысле, опять-таки, когда какой-нибудь английский язык разводят Science и Liberal Arts, я в этом смысле совершенно спокойно это понимаю. И, в общем, тоже, мне кажется, это вполне возможным вариантом. Но дальше, когда мы говорим о том, как отграничивать разные гуманитарные науки друг от друга, мы приходим к набору соображений. Сразу кратко, чтобы дальше не был сплошной мой монолог, но тем не менее. Значит, это, с одной стороны, самый простой базовый ход ограничение наук друг от друга предметом исследования. В этом смысле, ну, как бы, вроде бы, филология и история занимаются разными. Хотя, что же, как только мы чуть-чуть всерьёз займёмся чем-нибудь из этого, мы поймём, что они занимаются одними и теми же текстами, и, соответственно, ограничиваются не этим. Ну, ладно, да, хорошо, может быть... Ну, ладно, объект, если это один, предмет разный, да, потому что, ну, для меня, вот, честно говоря, существует три гуманитарных подхода, я не скажу науки, а именно подходы. Это философия, история и филология, то есть история мысли, история событий и история текста, которая ни к тому, ни к другому не сводима, хотя и связана и с тем, и с другим. В этом смысле и религиоведение, и теология, и культурология, и, я не знаю, что-нибудь ещё являются, значит, там, как это называется, рефлексивными структурами более сложного типа, потому что в них отрефлексированы не только объекты, предметы исследования, да, в них начинают рефлексироваться методологические вещи, да, понятно, что никакой одной истории нету, никакой одной филологии нету, там, тысячи разных подходов. История понятий, да, история слов — это уже разные вещи, да, что там дальше говорить. Вот, но теология в этом смысле действительно стоит чуть-чуть особняком от них, и мне кажется, она в этом смысле является именно вот в современном состоянии, да, научной теологией вот современного, ну, там, 20-го, 21-го века, да, опять-таки, мы не говорим, конечно, про Фомо Аквинского, да и про 19-й век тоже там. Это рефлексивная структура, прям достаточно хорошо продуманная на самом деле, которой можно определить особенность её отличной от других наук и на уровне предмета и объекта отчасти, и на уровне методологии, и на уровне, собственно, позиции исследователя. Выкидывать её за скобки просто, ну, в рамках герменевтике смешно. Я знаю, что она есть, и что про неё надо думать, и про это все пишут. Ну, любой рекёр, любой скиннер, кто угодно, да, пишет про это, а то каков исследователь. Да, теология – это та наука, где этот методологический паттерн, да, он определён. Да, теология – это наука, где исследователь – это тот, кто пытается выявить именно веру церкви и сам её разделяет. Да, то есть тот, кто смотрит с точки зрения церкви на церковь. В этом смысле, да, религиоведение и теология, понятно, в чём-то близки, но отличаются именно позиции исследователя. А мой взгляд там. Да, я понял, спасибо. Меня интересует ещё и следующее. А как вот эта вот разница позиций исследователя проявляется на практике? Потому что вот, писали диссертацию, а потом, значит, придёт какой-нибудь Василий, который абсолютно равнодушно относится к церкви, к православию, к христианству в целом, и захочет изучить абсолютно тот же предмет, и он сможет это сделать, в принципе, используя документы, используя исторический аппарат, используя филологический аппарат. Как вот эта разница ваших позиций будет отличаться на практике? Да, хороший вопрос. На мой взгляд, здесь два момента. Я, собственно, даже ровно это попытался прописать у себя в методологии, поэтому сейчас эта мысль, о которой я некоторое время думал. Значит, два момента. Во-первых, это постановка проблемы. Как человек смотрит на предмет, откуда он ставит вопросы к тексту исследуемому, как этот Василий. Когда два человека будут исследовать один и тот же текст, они всё равно будут его исследовать по-разному. Не потому, что один хорошо, а другой плохо. Я не говорю, что мои данные релевантнее или корректнее, или лучше, или, не знаю, евристичнее, что угодно, если бы этот текст исследовал, даже не если бы, а чем те исследователи, которые уже это делали из других научных парадигм и подходов. Просто мы по-разному ставим проблемы и вопросы. Нас интересуют разные. И это как раз, наверное, вот здесь находится та субъективность, за которую почему-то иногда хотят ругать в гуманитарной науке, на мой взгляд, зря. Это применимо не только к теологии. Два филолога, читающие Платона, проведут разные исследования, потому что их будет интересовать разные. Потому что у гуманитарных наук есть ещё и, значит, да, вненаучные некоторые элементы, так сказать. Кто научный? Это интерес. Чему у тебя интерес? И, соответственно, просто из разных позиций ставится вопрос. Тут дальше, я думаю, что если придёт действительно корректный Василий, совершенно неважно абсолютно, кто он и как верит, да, он во многом, мы сойдёмся, да, мы придём во многом к общему, там, если мы, опять-таки, если он почему-то возьмёт те же самые вопросы, которые взял я, да, и у него будет тот же исследовательский бэкграунд, что и у меня. Да, и такое вполне возможно, но тоже не самое очевидное. Бывают разные исследовательские бэкграунды, да, то есть я конкретно был вышкален Юрина Анатольевича Мишичалина на то, чтобы искать Платона у христианских авторов. Это вот, ну, как мой заход. И дальше пытаться проинтерпретировать, увидеть в этом, как веря Платона, тем не менее, выражается именно христианское вероучение. Да, это, ну, вот, этаплённая школа. Опять-таки, это, ну, она распространённая, надо сказать, это очень распространённый тип исследователей, исследований, но не единственный, да, он не единственный, во-первых. А во-вторых, значит, тут возникает следующий вопрос. Помимо хода исследований есть, собственно, результаты исследований. Да, у меня есть там выводы, выносимые на защиту, заключения и так далее. И то, что я в них формулирую, я не думаю, что будет формулировать некий этот религиовед Василий просто потому, что, опять-таки, его другое интересует. Я думаю, что в основной части, где мы проводим исследования, мы во многом сойдёмся. При вот тех условиях, которые я проговорил выше, да. Но он не будет так делать выводы исследований, потому что он не так ставил изначальную цель, задачу и проблему. А если он их сделает так же, то я буду утверждать, что он просто, он в этот момент был богословом. Поскольку, это вот то, что я, собственно, у себя в диссертации сформулирую, да. Если он будет рассматривать Григория Богослова как выразителя церковного мнения, в этот момент, его анализируют в таком качестве, да, в этот момент он будет солидарен с церковной позицией. Он будет рассматривать Григория как церковного автора и сам будет рассматривать его, в общем-то, с церковных позиций. При этом, опять-таки, неважно, во что он действительно верит сам, я про именно его научную установку. И в этом качестве, мне кажется, он будет, собственно, вполне себе, ну, патрологом, то есть, там, богословом и ведущим святых отцов. Если честно, мне теперь хочется прочитать две работы. Одну теологическую, а вторую, скажем, светско-религиовическую, посвященную одному и тому же вопросу. Я думаю, что такое можно найти, потому что... Да, было бы интересно, без сомнения, согласен. Потому что есть такое ощущение, да, что и изучение позиций святых отцов по разным вопросам, и изучение, там, истории церкви, это все религиовические проблемы, которые могут быть, которые могут изучаться объективно. И, несмотря на ваше объяснение, я все равно, ну, потому что... Дорогой коллега, я умоляю, давайте аккуратнее со словом объективно. Если вы хотите сказать, что я субъективен, а религиовед будет... Я, к сожалению, противостану. Не как религиозник и мракобес, а как все-таки исследователь. Ну, нет, понимаете, тут же нужно еще определиться с терминами, да, что означает субъективность и объективность. Потому что субъективность как какое-то личное особое отношение, здесь я этого вообще не имею в виду. Я имею в виду субъективность методологическую. Да-да, это вопрос исследовательской позиции. Именно, да, что я исследую его, отрефлексировав свою позицию. Ну, я в тексте нигде не говорю, что я сам верю в святость Григория Богослова, и это не так важно в данном случае, да. Важно именно то, что я говорю. Ну, не поставит религиовед так же вопрос, как я. Ну, просто мне сложно это представить. Или, опять-таки, он тем самым встанет на ту самую позицию церкви. И тогда, даже если он этого не пропишет в обведении, да, просто, ну, у него будет такая методологическая позиция, опять-таки, не привязываясь к личной. И надо это просто быть патрологическое исследование. А правильно я понимаю, просто исходя из формальной логики того, о чем мы говорим, теологом может быть неверующий человек. Потому что вы говорите о том, что если он задаст те вопросы, которые задает, которыми может задастся теолог, то он фактически, ну, выполняет теологическую работу, следовательно, является теологом. Независимо от того, во что он верит. Да, исследуясь формальной логики, да, я тоже задумался об этом вопросе. И пока, ну, поскольку привержен логике, это рождение, значит, то в целом, видимо, да, я думаю, что, да, теологическое исследование, то есть исследование того, как устроена вера церкви, может быть проведено, да, неверующим человеком. Просто для этого ему нужно встать на эту позицию. То есть, опять-таки, значит, не так, не обязательно нужно встать, да, есть два варианта. Он может попробовать, а исследовать ее внешних позиций. Это тогда, опять-таки, если он хороший исследователь, он это проговорит в методологии, в методологической части работы, это будет заявлено, это будет отрефлексирована исследовательская позиция. Но что значит внешняя? Значит, он ее будет с чем-то соотносить. Да, исследование же всегда контекстуализация, всегда соотнесение с чем-то. Тогда он будет ее соотносить с, наверное, с какими-то другими религиями, я не знаю, священству здесь и священство, я не знаю, у Юлиана отступка есть такое популярное относительное, ну, в общем, такая тема существует, священство там и религиозное лидерство, я не знаю, философа в том же 4 веке, и тем самым он уже, говорю, задаст другое контекстное поле, чем у меня, хотя, опять-таки, я сам занимаюсь соотносением отчасти с Юлианом и другим, но с другого ракурса. Мне нужен этот материал, чтобы оттенить веру церкви, а он будет находить общее, ну, например, ну, или разницу, но, опять-таки, исходя из вот этого запроса на, исходя из внешнего запроса. Я ни в коем случае не говорю, что он хуже, просто это разная исследовательская позиция. Правильно ли я понимаю, я уже раз пять спросил, давайте по-другому попробуем начать вопрос. Есть такое направление религиоведения, которое, не знаю, многим близко, например, благодаря творчеству Мерчи Ляда или благодаря лекциям профессора Зубова по истории религии. Это феноменологический подход, когда, значит, религиовед по сути встает на позицию верующего и пытается почувствовать то, что чувствует верующий, потому что ключевая, не установка даже, а ключевой термин, который в этом подходе исследуется, это религиозный опыт, опыт священного, священный крепит и так далее. Чем, по сути, тогда отличается феноменолог, который встает на позицию верующего и может даже написать, наверное, такую работу. Да, хороший вопрос. Я думаю, что в данном случае различие будет не очень велико, возможно, будет в каких-то нюансах или вообще не будет. Просто потому что, опять-таки, когда в исследованиях люди проделывают серьезную методологическую рефлексию и не просто сами по себе прилагая ее на конкретные материалы для чего-то додумываясь, я думаю, что логично, что они с разных сторон могут прийти к одному. Я вижу здесь определенную логику и закономерность, присущую, собственно, научному поиску. Поэтому не готов сказать о принципиальной разнице. Вопрос только в том, я говорю, насколько... То есть, ну, дальше вопрос, насколько далеко такой религиозный готов зайти. Одно дело — это абстрактное феноменологическое сопереживание, да, а другое дело, да, ну, там, участие в опыте. То есть, готов ли он, я не знаю, там, 10 лет прожить в этой общине? Если да, ну, ничем он не будет отличаться от теолога. Если он 10 лет будет жить в церковной или, неважно, какой другой тумба-юмба общине, чтобы... А такие были, я, как бы, даже чуть-чуть про льгоевидение что-то знаю, да, ну, мало, но чуть-чуть. То есть, левлист, рост какой-нибудь, антропологи? Да, да, ну, естественно, этнографы бесконечные, да, и антропологи, и даже больше, действительно. Да, конечно, да, включенные наблюдения и так далее. Вопрос следующий, значит, что, ну, грубо говоря, чтобы сделать это в христианской общине, нельзя быть некрещенным и включиться, и 10 лет прожить в христианской общине. Между тем, надо креститься, да, надо приступать к причастию. А это, как назло, в церкви нашей такой вот дремучей, нужно там исповедоваться для этого, да. Ну, если он все начнет делать, и искренне пытаться в это, чтобы это понять, ну, конечно, чем он будет, сейчас от теолога, я извиняюсь, христианином, то есть он, на 10 лет, должен будет поиграть, ну, по-настоящему, всерьез поиграть в христианину. Но если он на такое готов, ну, пожалуйста, конечно. Будет теология, конечно. У меня тогда другой вопрос. Правильно ли я понимаю, если, ну, мы не будем сейчас, точнее, пока что мы не будем затрагивать вопрос там, наука, не наука, потому что это довольно спекулятивная тема, на мой взгляд. Но вопрос такой. Правильно ли я понимаю, что, ну, поскольку у нас светское государство, и у нас, как бы, все религиозные общины равны между собой по конституции, ну, и в целом большинстве стран мира это именно так, существуют разные теологии, которых ровно столько, сколько религиозных направлений. И, скажем, православная теология, которой вы занимаетесь, как я понимаю, будет в этом смысле абсолютно равна онтологически, да, и, не знаю, там, по юридическому статусу. Ну, скажем, мормонская онтология, или онтология кришнаитов, или онтология каких-нибудь других ребят, которые могут очень сильно не нравиться православным, особенно сиктоведам. Правильно ли я понимаю, что это все, ну, в принципе, равные вещи, которые, ну, мы должны в одинаковой степени признавать? Сейчас. Смотрите, мне кажется, вы задаете ценностный вопрос к научному исследованию, а так делать не надо. То есть, если вы спросите, будет ли они для меня равно, как для верующего человека, нет. Если будет ли для меня, как человека, почему-то вдруг захотевшего исследовать мормонов, теологическое исследование мормонов, то есть написанное мормоном о их богословии, да, ну, да, конечно, это будет для меня ценным научным источником, ну, исследованием, да. То есть, да, если я захочу, мне будет неинтересно прочитать только, только, там, какую-нибудь энциклопедию, которую писал кто-нибудь, кто что-нибудь про них слышал, подумал, что он все про них понял, мне будет интересно прочитать теолога-мормона, чтобы понять, что они о себе, ну, вид на их вверх. И в этом смысле я надеюсь, что если кто-то захочет понять, захочет понять христианство, да, он будет читать не только, там, я не знаю, в Арксе Эйнгельсе, условно говоря, да, ну, и, понятно, это наш советский, да, некая проблема, да, а почитают, собственно, теологические исследования и поймёт, попробуют понять, на что верят христиане, исходя из их собственной логики, образования, исследования и так далее. Надо сказать, что я вообще люблю читать теологические работы, но в основном это распиаренные, знаете ли, западные протестантские теологи, типа того же Бультмана или того же Бонхёфера, которые, ну, очень известны. Это чуть-чуть, это другие вещи. Тут я почему, при том, что, в общем, тоже они вполне, мне тоже некоторые из них интересны, хочу только очень сильно подчеркнуть, что я не являюсь теологом в том же смысле, что и Бультман и Бонхёфер. Я исследователь. Они не исследователи, они теологи. То есть это понятно, это, ну, просто языковое смешение, да. Ну, как, опять-таки, да, вы же не назовёте, я не знаю, там, ну, короче, да, есть разница между философом и историком философии, собственно. Да, вот я в этом смысле, ну, я историк теологии, то есть, ну, да, может быть, и историк теологии, например, да, но, как бы, я именно исследователь теологии. Соответственно, я, ну, опять-таки, я выступаю в разных качествах, да, то есть, там, не знаю, мы пишем подкаст с другом о святых отцах, и там мы выступаем именно как теологи, то есть мы, там, ну, не занимаемся, не проводим исследования, мы, скорее, делимся результатами каким-то наших, ну, не прямо исследования, а какие-то просто, что у нас в голове накопилось от того, что мы читаем. И да, мы там даже иногда позволяем себе богословствовать, собственно, да, но вот, как бы, здесь сейчас я выступаю как представитель научной теологии, да, кто-то, кто написал диссертацию по теологии, а Бультман, ну, он, наверное, даже, наверное, тоже какую-то диссертацию писал, но, как бы, его основные тексты, это не диссертация, это уже то, что потом было, это, ну, да, как бы уже, то есть я тоже могу написать теологию, в смысле, какую-нибудь книгу, я не знаю, там, «Бословие священства» вот Николая Антонова, да, но это уже будет совсем другое качество высказывания. Вот это очень важно проговорить, потому что, ну, вот у меня, например, да, там, со словом теолог ассоциируется, ну, уже там, положим не по-маковински, но, скорее, уже вот те граждане, которых мы перечислили, которые, собственно, высказывают самостоятельные суждения. То есть получается, что вот… Ну, в вашей диссертации же есть самостоятельные суждения, иначе это не была бы научная работа, то есть у меня там есть научная новизна, получается, которая, ну, собственно, отличает вас от предыдущих исследователей, и, ну, получается, вы сделали, как бы, полшага впереди в этом направлении, так работает наука опять вопрос какое суждение я сделал какого-то этого не делали я не делал керигматического или я не высказывал истинные откровения они трактовал священное писание я не вывел никакого нового догмата не не мог это сделать научной работе значит меня прям ну это вот это мое кредо в очень большой степени очень сильно отличается высказывание священство тире это и дальше что-то и по мнению святителя григория священство тире это а вот вот эта разница для меня принципиально и я сделал что-то новое надеюсь дерзаю сказать да что что-то понял про то что святитель григорий как выразитель церкви я могу обосновать почему его можно считать выразить мнение церкви исходя из установок церкви опять-таки они из каких-то условно религиоведческих позиции опять-таки они не то что они плохие и именно просто из того что у церкви есть свои критерии верификации тех или иных текстов исходя из них григорий является выразительным и соответственно вот по его мнению то есть то что он думал о священстве я смог мне кажется понять проинтерпретировать и изложить лучше чем предшествующий вот это тоже очень важно важно было проговорить потому что я например это но у меня например тут в голове каша уже возникла сейчас я более-менее понял а вот правильно ли я понимаю что вот допустим я сейчас я вот придумаете тему работы по теологии вот если я возьмусь с точки зрения церкви собственно показать например почему оригин скажем да говорил что-то неправильно именно с точки зрения учения церкви это будет теологическое теологическая работа да ну там дальше вопрос как бы аккуратности формулировок ну да вполне конечно это как раз тоже я же говорил что теология значит тоже ну я прошу прощения для зрителей когда вы пригласили меня на стрим все таки заставил тебя посмотреть ролик панчина а мы еще не смог да да значит и вот меня конечно сину в общем это было тяжело я посмотрел значит и вот мне кажется что действительно просто век мать манипуляции в самом простом смысле помимо каких-то так сказать да каких-то нюансов очень общем как бы человек который являет себя как обученным он не посмотрел на одну простую вещь маленькую но принципиальную вещь а вы же есть статьи научные например критерием их служит то что они публикованы в научных журналах о том что такое теология а такие статей есть некоторое количество написано в основном нашими профессорами я пойду в смысле нашего университета да я как понятно человек включен в дискуссию которая была там при защите первой кандидатской работы вот в это все я все тексты внимательно читал и со студентами их несколько раз читал как преподаватель уже я понимаю что есть набор текстов ну там 5-7 статей а где прописаны разные аспекты собственного теологии как научной дисциплины и вот к ним он вообще не апеллирует а как бы там собственно богословский проект именно опять почему как научной дисциплины а то есть того что занимается вот о чем я сказал да по мнению кого-то что-то так-то и это мнение можно показать почему она значима для церкви вот значит вот одна из этих статей на мой взгляд удачно опять кем это тоже некоторая традиция много на кого ссылается такая базовая вещь именно методом теологии я говорю то есть теология как научная дисциплина определяется через разные вещи то есть нужно определить и предметы объекты и принцип выбора текстов и и позиции следовали да и позиция собственно исследуемого текста да но объекта я уже сказал и собственно есть именно богословский метод то есть не методологии а вот конкретный метод этой конкретной герметическая процедура это собственно метод соотнесения об этом метод корреляции но по-разному называют разный автор но отец константин польсков наш автор да вот такой статье достаточно значимый собственно да предложил его ну разработку этого методологическую логи он говорит а что это собственно соотнесение некоторого феномена культуры с ну грубо говоря там с преданием церкви да там форму форму с конкретно зафиксированным нормативным учением церкви что-то такое у меня сейчас смысл такой да это именно соотнесение то есть у нас есть значит но этот метод совсем не тупой потому что это все аборс это такой сложный герметический круг прям действительно ну красивый потому что мы берем нечто что мы хотим проверить например в вашем случае оригена ну и чтобы понять его нужен нужно германертика то есть мы должны прочитать его прочитать контекст прочитать несколько раз ну и так далее мы должны взять что-то мы берем в качестве нормы церковного вероучения это должно быть все это релевантно оригена то есть плюс-минус из той же эпохи ну вот с чем мы можем соотнести это же тоже это реконструировать это не лежит нам на блюдчике на тарелочке мы должны это понять реконструировать выявить эту норму должны обосновать почему такой текст мы бы принимаем в качестве норм опять таки изнутри церковной логики а не просто потому что нам захотелось то есть грубо говоря взять я не знаю там вот например уахну собственно до 5 и через плотина доказать что оригин антологически неправ ну как бы смысла не имеет нужно именно изнутри церковные какой-то новости вопрос а вот если мы взяли оригин и реконструировали его систему опять-таки есть у нас для этого источники или нету вопрос допустим что есть хотя далеко не всегда есть ли какую-то соответствующую точку и реконструировали выявили дальше их соотнесли между собой и дальше сказали да вот так мы можем показать что здесь в этом в этом и в этом антологии я не знаю в чем еще антропологи в историологии да оригин расходится вот с этим то что мы с нашей ну вот по такому-то набор аргументов показали что это является выражение призрание собственно все на этом богословское следование заканчивает дальше оригин уже осужден но если бы мы взяли допустим не оригин а какого-нибудь я не знаю там ко мне быть автор двадцатого века относительно которого идут споры там казали бы в чем он расходят это не значит что он еретик это не значит что я не знаю его надо презирать, забыть или что-нибудь такое. Дальше есть церковные процедуры для того, чтобы кого-нибудь возгласить еретиком. Чего-нибудь учения придать анафигу. Это все не имеет отношения к богословскому мыслям. Наша цель терминептика. Мы берем текст, его исследуем, соотносим с другим текстом, показав почему и как и далее. И дальше можем сделать какие-то выводы. Философия бывает, компаративистские работы. Это тоже, в общем, такая компаративистская работа, но в ней присутствует элемент, ну действительно, вот это некой нормативности, которая, опять-таки, подтверждается какими-то вполне рациональными герменофтическими. То есть, в любом случае, современная теология, она все-таки претендует на научный статус. И, в общем-то, активно за него борются, как мы видели это на примере той ситуации, когда, в общем-то, ну, теологию включили в перечень научных специальностей, включили в какие-то реестры. Я сейчас слабо представляю, как это работает. Вак, не вак. Ринц, не ринц. Вак, да. А почему все-таки теология так за это борется? Вот это какая-то морковка, что ли, или что? Потому что, мне кажется, что теология как-то прекрасно существовала и без научного статуса, и до научного статуса она существовала. А вот как вы себе это представляете? Да, ну, во-первых, я все-таки бы хотел сказать, что она уже не борется, она уже победила в этой борьбе. Для нас, опять-таки, для нашей корпорации, для факультета нашего это важно, потому что мы за это много боролись, много подположено. Это раз. Значит, два... Ну, я тоже не знаю, надеюсь, мы еще поговорим, собственно, о содержании, почему это, собственно, действительно так. С моей точки зрения, конечно. Научно действительно. Ну, хотя все выше сказано, я надеюсь, так или иначе, он к этому ведет. Но, значит, потому что вопрос, что такое до? Значит, смотрите, что она сказала прекрасно до. Когда мы говорим про Фома Украинского, это не очень интересная действительно эпоха. А в 19 веке она прекрасно существовала как научная дисциплина. Конечно, тогда не было в АК и таких точных реестров, но научное сообщество прекрасно распознавало теологию как научную дисциплину. В 19 веке русская духовная школа, академическое сообщество, академий, академическое, то есть академий, сейчас у нас академическое сообщество чуть другое, значит, то есть высших духовных школах, академии Московской, Санкт-Петербург, и так далее, духовная академия, это были выдающиеся научные центры. И тоже мы просто по невежеству, тикому невежеству нашим об этом не знаем. Сколько вот у нас на факультете, потому что, я говорю, там 30 лет занимались просто исследованием их исследований, масштаба, понимаем, что это такое. Это колоссальный и очень масштабный научный проект с совершенно замечательными плодами. Просто в 17 году он был стерт, просто кнопочкой делит целиком. И, конечно же, такая борьба за включение обратно в теологию была бы условлена, ну, собственно, проектом по десоветизации, пожалуй, или как пыткой ну, собственно, закончить Советским Союзом. Причем, опять-таки, не в, конечно, абсолютно не в политическом смысле, во-первых, потому что он уже кончился, и вообще это совершенно другая просто стезя, да, а именно в смысле идеологического. Потому что задача была, и вот тут вот, когда есть то, в чем я с Александром, да, Александром Панчевым, по многому солидарен, значит, создание научной теологии ни в коей мере не было попыткой создать другую идеологическую, полеустоталитарную систему мысли, против которой мы боремся. То есть нет идей заменить одну тоталитарную систему другой. Просто, да, просто марксизм и милизм, ну, и, соответственно, основная часть советской гуманитарной науки, в общем, была, имела очень слабую научную составляющую. Часто. Опять-таки, понятно, что широкими мазками так нельзя говорить, потому что у нас там были прекрасные византинисты, у нас было веренцев, ну, и там, много чего еще было, и они, на которые закончить этим проектом. До революции было совсем не так. Поскольку мы это знаем, да, это некоторая значимая вещь. Ну, тоже, ну, просто, я не знаю, есть простые примеры, которых, я говорю, мы не знаем просто, потому что, правда, Советский Союз, он нам очень сильно портит наш взгляд на историю, даже сейчас. Даже таких молодых людей, как нас с вами, которые в Советском Союзе не жили, извините, я не сильно старший, если вообще старший, наверное, даже не. В Советском Союзе мы не жили, и, тем не менее, наш взгляд на XIX век очень сильно им обусловлен. Просто, что, не знаю, вы знаете, кто такой протерей Александр Горский? Не знаете, очевидно. Ну, это сложно поставить вам вину, но это человек, понимаете, который, ну, просто, это, типа, ну, один из главных уронов XIX века, в целом, которого советовались все археологи, в смысле, светские из МГУ, да, они там все же общались, нормально совершенно, очень хорошо, МГУшники, Московская Академия, там, ну, там были и общие преподаватели, да, это было очень сильное века, крайне сильное сове. Ну, он был просто невероятным специалистом, вот, по всему, что касается истории, и церковной, ну, и всего, что вокруг. С ним светские археологи и историки советовались по светским вопросам, и он им советовал, понимаете, как-то. Ну, и так далее, то есть тут можно приводить десятки примеров. Это нормальная научная среда. А вот как вы, а вот как вы воспринимаете религиоведов светских, которые занимаются православием? Это конкуренция, или это, не знаю, сотрудничество, или это вообще что-то другое? Как это воспринимается в теологической среде? Тут вопрос распадается на две части. Как воспринимается это, кстати, в человеческом смысле, да? Ну, смотрите, значит, мой папа, ведущий кафедрой философии и религиоведения у нас на Богословском же факультете. Человек, который основал русско-религиовическое общество, которое сделал так, что прошло там уже с десяток конференций и взрослых, и студенческих, где вместе выступают религиоведы, и теологи, и философы, и культурологи дальше по списку, значит, все кто угодно со всей России, с топовых вузов и самые ведущие кафедры, теологи и так далее. Ну, масштабные конференции, всероссийские там, родные и так далее. Поэтому, ну, как бы, с одной стороны, очень хорошо. С другой стороны, конечно, есть, опять-таки, на таком наличностном уровне, на корпоративном, есть, так сказать, дружеские подначки. Экиои, да, или, может быть, не очень другие. Ну, какие не знают тоже. Я, как человек еще филологов знаю, да, понятно, что есть, грубо говоря, питерские филологи-классики и московские филологи-классики. Ну, это, как бы, тоже, да, вот как они друг к другу относятся, как мне на это ответить? Ну, анекдоты разные ходят про друг друга, тексты все друг друга читают, на конференциях о них выступают. Кто-то кого-то не любит, кто-то кого-то любит, это, ну, такой, да, это уже, это уже человеческий аспект, да, такой, в принципе, в общем, скорее, в данном случае. Вот, а как относятся дальше, есть еще чисто научная вещь. Конечно, бывает такое, что когда, ну, какие-нибудь книжки, я не знаю, там было, в общем, какие вылетелось, да, бывают книжки о современном православии религиоведов, такие антропологические, которые вызывают недоумение именно потому, что, ну, как бы, кажется, что человек промазал. С другой стороны, все равно, как бы, находясь в академическом пространстве, если мы сами пишем про что-то близкое, конечно, мы все равно должны к ним отнестись, если мы с чем-то не согласны, мы должны это показать, ну, опять-таки, ну, просто в академической логике. Потому что, ну, я могу сказать про свой какой-то маленький, наверное, пузырь религиоведческий, но, по крайней мере, среди тех людей, за которыми я слежу, которым я прислушиваюсь, ну, отношение скорее, скорее негативное именно к тому, что теология встала, как бы, в один ряд с религиоведением. Если честно, я не очень понимаю вот эту погоню за какими-то, не знаю, за какими-то ачивками, за какими-то морковками, в виде, ой, а вот там, а вот мы теперь наука, нет, вот вы не наука, вы там вот сидите вот там. То есть я как-то, ну, мне кажется, это неконструктивная дискуссия. Но ведь, исходя из того, что мы с вами уже успели проговорить, это ведь абсолютно две параллельные истории. То есть религиоведы, они изучают, в общем-то, с вне церковных позиций, ну, с каких-то позиций, которые там им кажутся. Это, кстати, тоже там, вот вы правильно сказали, миллион разных подходов. И религиоведы между собой уже начинают тут ругаться, а вот это вот правильный подход, это неправильный подход. Да-да, покажите мне двух религиоведов, согласных между собой методологически, я пожму вам руку. Да, вот я особенно люблю, значит, дискуссии по поводу, там, теории секуляризации и что есть ученики. Да, ну, это классика. При том, что вот у меня как раз есть четкое ощущение, что отрицают теорию секуляризации активно как раз люди, которые симпатизируют теологии. Один из самых известных это господин Узланер, который прямо целый, вот, целый там написал огромный пасквиль такой, значит, на своего научного оппонента по поводу того, что вот там, вы не правы, значит, и вообще вы понятие религии абсолютизируете, то есть там тоже идут такие дискуссии, какие-то взаимные обмены упреками, там, личная любовь. Классно, я не знаю, вы видели, не видели, по-моему, висит в сети запись, висит точно запись. Хороший был Круглый стол, там Узланер тоже был, там много кто был, по концепту постсекулярное как раз. А вы мне и скидывали, вы же мне и скидывали, я вам писал, я прошел. А, да-да-да, Точно, 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 да-да-да, там весело было. Да, я это, кстати, я это, кстати, послушал, вот, с интересом, то есть там, ну, и там каким-то приличным словом это нельзя назвать, то, что там происходило, скажем, цивилизованный диалог. Вот, но у меня почему-то есть ощущение, что если одни изучают, скажем, там, определенный набор фактов и определенный там набор персоналей и ценностей и всего остального с позиции, соответствует ли это учению церкви, так и хорошо, другие изучают с другой позиции. Получается, что это две абсолютно параллельные структуры, две параллельные истории, которые могут спорить друг с другом на фактическом уровне, но на методологическом им даже спорить смысла нет, потому что это просто абсолютно разные истории. Я вот этой конкуренции тогда не понимаю, если честно. Опять, смотрите, вопрос с той стороны, значит, почему теология боролась за это? Опять-таки, значит, ну, я как представитель теологии, мне кажется, потому что, ну, когда ты борешься за восстановление справедливости, ты борешься не за очневки, не за морковку, а за, ну, ну, как бы, ну, наверное, да, я мог бы, если бы я не мог защитить кандидатскую диссертацию, ну, защитил бы я философскую ее. В общем, ничего страшного, конечно, с одной стороны не было бы, да, но пришлось бы мимикрировать. То есть количество работ я могу вам, ну, там, сходу с 5-10 назвать, а если дадите мне полчаса, в общем, больше назову, работ, которые были защищены нашими же преподавателями или нашими коллегами из других богословских тех или иных институций, они в основном защищались, ну, то есть не в основном, а все защищались, либо философия, либо филология, либо история. Ну, в общем, защищались, и ничего страшного. Хотя тоже там не без препонов, не без иногда там каких-то подначиваний, да, были бы они все защищены по теологии, было бы хуже, лучше, ну, как бы тоже, было бы честнее просто, да, ну, потому что это просто богословские работы. Ну, у нас половина, естественно, наших преподов, даже нет никого сейчас докторов, ну, или кандидат в теологию, ну, вот там, последние, сколько, пять лет защищаемся, да, до этого все же у нас остепененные, все историки, все философы, все филологи, все же богословием занимались все эти темы, вот, сейчас просто они получили возможность делать, ну, не доказывая, что ты, без необходимости доказывать, что ты не верблюд, понимаете, поэтому, в общем, да, вот, а когда религиоведы это так восприняли, некоторые, опять-таки, я религиоведческое сообщество тоже в своем пузыре как-то знаю, это по-разному воспринимается, но, конечно, опять-таки, именно, что, ну, это какой-то там, как влащинный, ну, просто похожесть, естественно, похожесть пугает отчасти, а есть и другой момент, гораздо более проблемный и неприятный, это то, почему, я говорю, критики-теологи, к сожалению, иногда оказываются правы, потому что, ну, значит, теология бывает сделана плохо, бывает плохая теология, в зрелении тоже бывает плохой, ну, и любая другая наука бывает плохая, но в теологии это особенно чувствительно, именно потому, что мы были вынуждены бороться за этот статус, и поэтому, собственно говоря, вот корпорация нашего факультета здесь особенно всегда была, так сказать, ну, аккуратно, трепетно и и остаивала на академичность, потому что часто, да, конечно, но та позиция, то есть нельзя сказать, что та позиция, которую критикует Панчин, ее совсем нету, просто, на мой взгляд, это, ну, это не академическая позиция, поэтому ее нельзя критиковать как академичность теологии, но, да, есть те, кто говорят, что вот, сейчас мы, кто хотел таким образом что-нибудь проповедовать, кто хотел таким образом что-то достигать, кто не хотел, ну, как бы, или не умел делать хорошие качественные исследования, это проблема, это, конечно, проблема. Тут дальше я говорю, надо задать вопрос, если взять те философские работы, ну, просто вот под философией, которые, да, защищались в Россию, кандидатские, каков из них, ну, вот, я не знаю, на чей взгляд, ну, в общем, какой из них процент хороших, да, точно ли он там сильный за 50 процентов будет, да, конечно, для теологии, почему мы избились за этот статус очень сильно, потому что мы хотели, чтобы теологии, ну, как бы, это с необходимостью подтянуло теологию, потому что то, что защищалось там, особенно в 90-е, начало 2000-х, как богословские диссертации, то есть непризнаваемые государства, церковные стилиции, да, там часто было, ну, просто ерундистика, потому что не все, совершенно не все, там были очень сильные работы, но, как бы, там сильные работы передавались полной, ну, просто, чем-то абсурдным, имеющим к академическому дискурсу никакого отношения, да, такое было, и, конечно, боялись, что это полезет в ВАК, а мы, собственно, наоборот, для этого и хотели в ВАК, чтобы это все отсекалось, и, ну, понятно, что здесь есть какая-то, да, смешение бывает, и бывает, что сейчас в ВАКовских, хотя нет, пока вот в ВАКовских, прям откровенно, плохих работ не было, ну, или если были, то, опять-таки, они были плохие именно академические, а не то, что это вот какая-то проповедь полезла, да, чего все боятся, что полезет проповедь, да нет, ну, ну, опять-таки, бывают слабые академические исследования, ну, бывают, да, ну, как-то, калабарские работы и магистрские работы, тоже не все на пятерки пишутся, прямо скажем, да, вот, и, ну, опасность этого была, и она есть, и остается, но мы, я говорю, мы, собственно, вот боремся за то, чтобы все, что в ВАКове проходит через наш совет, у нас такого, ну, все работы пока, ну, и пока их было немного, там, 7, 8, 9, за год работы немного, и пока успели, но там все работы будут действительно серьезные, ну, пока во всех подписках, да. Ну, вообще, я вот по поводу своего опыта могу сказать, что, ну, я когда готовлю материалы к роликам или когда просто изучаю какую-то тему, я периодически натыкаюсь там, ну, на Киберленинге или на других ресурсах, на статьи, которые выпускаются как раз-таки вашим, ну, православным, святотехновским гуманитарным университетом, я могу сказать, что это всегда очень респектабельные работы, очень приличного уровня, которые там, ну, там по всем канонам религиоведения написаны, и, ну, я так понимаю, что это вот как раз у вас есть и религиоведческая кафедра, есть и теологическая кафедра, правильно? Ну, да, ну, у нас, вы, наверное, читаете, вы имеете в виду Вестник по Истыгу, а у нас Вестник, ну, у нас там несколько пять журналов, но первая серия, это, собственно, она называется Теология, философия и религиоведение. Там три блока каждый раз, поэтому там, да, там все коллеги сотрудничают, и действительно уровень там, то есть там действительно прям слабых статей практически не бывает. И когда идет критика именно в адрес теологии, я думаю, что вот эта часть по поводу того, что там где-то в каких-то работах пишется какой-то бред, ну, на мой взгляд, тогда можно просто половину социальных наук, если вот по такой логике, идти прикрыть, потому что, ну, вот, возможно, вы помните, да, был скандал, какой-то товарищ написал статью, где, значит, рассказывал про то, что до грехопадения люди жили по 900 лет, или что-то там такое было. Я у себя в Телеграме тоже писал про это. И это была философская, была философская работа, а не то, логическая. И там, ну, там писал какой-то поток сознания. Нет, ну, правда, тоже. Общественные науки – это вообще там полный капут, потому что у них, правда, с методологией плохо, соответственно, там пишут все, что хочешь. Ну, там, опять-таки, ну, что, статьи по психологии – это прям, что ли, каждая статья, что не статья, а то перл. Ну, я умоляю, опять-таки, поскольку чуть-чуть причастен к психологии, там, и друзья, и у меня мама психолога, и так далее. Ну, там такое пишут. А дальше, я говорю, ну, там, ну, просто, ну, это смешно просто. Опять-таки, во всех этих почтенных отраслях бывают замечательные исследователи. Без вопросов. Но везде бывает бред и ерундистика. Это правда так. И в этом смысле, конечно, понятно, что я не знаю, так ли это в физике, биологии и так далее, поскольку там, видимо, все-таки проще верифицировать. Хотя, не знаю, наверное, там тоже какие-то свои способы, хорошо, есть. Конечно, да, но я говорю просто, за это критикуют теологию, которая, в общем-то, ну, не повинна в том, что она гуманитарная наука. И в этом смысле критика пачкает. Ну, это тоже, он пытался от этого в ролике отбиться, но это просто критика гуманитарных наук. Пачки не скрывают. Они можно не любить, но полностью их целиком не получится отменить уж никак. Вот критики теологии очень часто говорят, что там одним из главных аргументов является опыт веры. Личный опыт веры, что вот, значит, автору там, не знаю, автору статьи, не знаю, было видение или что-нибудь еще такое. Насколько я понимаю, это не совсем соответствует действительности. Можете как-нибудь прокомментировать? Опять, я сейчас чуть-чуть про это говорил. Значит, ну, опять-таки, вопрос, кому я говорю это? Вам или Панчина? Если говорю вам, вот что мы сейчас обсуждали. Ну, 20 век, повышенная чувствительность. Про опыт веры кто? Нет, я не говорил, да. Это несложно сказать. Я его не отрицаюсь вполне себе. Значит, я говорю, ну, мы же говорили с вами про религиоведа, который решил ни в коем случае не называть себя теологом, но провести включенное наблюдение 10 лет. Почему 10 лет? Потому что если один год, это смешно, это духовную жизнь не можешь найти. Значит, ну, хорошо, 5 лет, да, но он крестился для этого, прошел катехизацию, исповедовался, причастился. Причем, все это делал не для того, чтобы подначить людей и потом выложить какой-нибудь хейтерский ролик, а именно как честный религиовед, мы же рассматриваем честного светского религиоведа, который, естественно, полон благородства, он, естественно, действительно стремится привести включенное наблюдение и пережить это все, прожить это все. И вот он там 5 лет, я думаю, ну, хотя бы 3 года, то есть, живет церковным годом, значит, да, и дальше вот он, ну, пишет статью, что там не будет личного опыта веры, но в каком качестве? В каком качестве? Весь вопрос ведь, в каком качестве? А мы говорили, да, что 20-й век это век повышенной методологической рефлексии, когда все, кто не лень, пишут свои проекты герменевтики, и богословы здесь не отстают, тоже они пишут свои разные проекты богословия, там их было много разных. Значит, и дальше все отмечают, что, вы знаете, дорогие коллеги, говорят, опять-таки, вообще к теологии не имеющие отношения люди, ну, или имеющие, например, потому что почти все те, кого мы особенно любим за герменевтику, они с благословским бэкграундом, но мы же это не хейтим, не помню, теолог он или не теолог, и, в общем, ну, никого угодно, тем более какого-нибудь Хейтеггера, да, они же все, так сказать, ну, все равно все эти теологически-тутовски связаны были. Вот. Ну, это другая история. Вот, значит, да, значит, и они все говорят, вы знаете, для гуманитарных исследований оказывается, важна позиция исследователя. И, как бы, когда ты читаешь ролик Панчина, и ты заранее настроен, что Панчин человек глупый, ты по одному ему смотришь. А если ты заранее настроен на то, что Панчин человек науки, и пытаешься вывести там логический аргумент, его увидеть, ты его прононизируешь по-другому. По-другому. Да, то есть, это не вопрос субъективности, это дальше вопрос отрефлексированности установок. Зачем ты его смотришь? Как ты его смотришь? И существуют такие установки, которые, ну, признаются академическими, да? Да, ну, пытаешься проследить логику, когда ты всерьез относишься к компоненту и так далее. То, чем сам он не очень, да, ищет. Ну, да, вот это, собственно, ну, я говорю, это базовые вещи герминевтики про позицию исследователя. И в этом смысле для богослова, я говорю, опыт веры, в общем, действительно, окажется значимым. Опять-таки, не потому, что это опыт видения, да, это опыт разделения, признания своим, присвоения, да, духовной позиции. Ну, вот. Да. Я говорю, я думаю, во многом я поэтому, я, можно коротко прокомментирую, вот, напрямую, что-то тогда в голову не пришло, сейчас пришел в голову. Значит, я думаю, что ни один исследователь Григория Богослова, кто будет заниматься темой священства, особо не найдет там евхаристию. Потому что Григорий про нее почти прямо не пишет. Потому что в четвертом веке евхаристия, это доктрина сакра, про нее практически не пишут в текстах. Ну, понятно, да, что я сейчас, да, то есть это как высшая ступень, да, саинств, да, про нее, ну, говорят только в тамбургском кругу крещенных людей, а не пишут тексты, которые может прочитать неверующий. Доктрина сакра, она тогда была распространена, это не только у христиан, но у разных было. Просто такое явление для того века, типичное, да, и что-то, о чем мне надо говорить. Хорошая вещь. Значит, вот, соответственно, а я ее там нашел. И когда-нибудь, может, еще напишу статью про это, про евхаристию Григория Богослова. Почему я ее там нашел? Ну, потому что евхаристия для меня является чем-то значимым. И я, можно меня сразу заподозрить, да, герменефтика подозрения тоже существует, значит, что я просто предвзято ее туда вчитываю, а можно попробовать понять, почему, ну, то есть, а можно пройти вслед за мной, да, когда я напишу статью, я говорю, я еще не написал, но думаю, да, и показать, почему те места, где Григорий не говорит слово евхаристия, ну, или там аналог своего времени для него, да, на самом деле говорит о ней. И почему понять, почему другие это не увидели, а я увидел. Именно потому, что для меня, ну, как бы мне понятно, как устроена церковная жизнь до моего 21 века. Я ее, ну, знаю, ну, я там много лет в храме, и, ну, я понимаю, что исходя из современной 21 века, евхаристия, ну, грубо говоря, там замковым камнем арки или любую другую метафору, то, про что, опять-таки, не так много говорят, но то без чего все остальное совершенно непонятно и бессмысленно. И я, именно, имея этот опыт, задаю к тому источнику вопрос, а где здесь этот замковый камень? Может быть, он другой? Или его нет? Или говорю, да нет, вот он здесь и есть. Дальше, да, я мог вчитать, или я вчитал, или я увидел то, что не увидел другие. Это, если я напишу хорошее статью, это будет верифицируемо. Если это верифицируемо, дорогие коллеги, это научно. ЧТД. Ну, вот из того, что вы сказали, я для себя понял, что опыт веры может быть очень полезным при изучении тех или иных явлений, вопросов и так далее. Но критика-то сводится не к тому, что это полезно, да, вот вы сейчас показали, что ваш опыт не просто веры, а как бы участие в жизни церкви, что для вас это что-то значит, это вам помогло найти то, чего, ну, например, не нашел бы какой-нибудь просто светский человек, который читал бы те же тексты и не испытывал бы этого опыта. Но критика-то в том, что опыт веры используется как аргумент. Просто я обычно стараюсь как... Поэтому, простите, покажите в текстах, покажите, где в текстах у Покословских написано, что опыт веры является аргументом. Вот я только что начал, я только что хотел про это сказать, да, что я стараюсь как-то не бросать слова на воздух, и пока я не вижу, что человек пишет. Мне вчера явился, значит, там, Архангел и сказал, что вот так вот, вот оно вот так, поэтому я вот пишу «Уважаемый диссертационный совет», как там, знаете, как в меме, оправдан полностью, весь диссертационный совет начинает аплодировать и говорить «Браво, брависсимо, блестящий аргумент». Вот такого я не видел, поэтому я такого и не говорю в своих роликах, вот, но часто слышу этот аргумент как такой критический по отношению к теологии. Да, это просто, ну, опять я говорю, вопрос, ну, как его расценивать, ну, это просто, ну, он не корректен с точки зрения логики, не корректен с точки зрения фактологии, поэтому, ну, я поэтому говорю, поэтому я не хотел смотреть, и тяжело было смотреть ролик Кондера Панчина, просто потому что, ну, как бы, ну, легко построить привидение или как там, безличный сам, и потом его вредоносно победить. Зачем? Ну, согласитесь, что Панчин представляет тоже взгляд, вполне определенной группы людей, очень, кстати, влиятельной в современной России, да, в научно-популярных кругах человек, ну, такого жестко сцентистского склада, причем сцентистского в узком смысле, то есть он говорит о том, что он очень сильно задирает критерии научности, и при помощи этого критерия, да, ну, по сути, проходит только естественные науки, если так посмотреть, хотя он уважает, кстати, он уважает религиоведение, при этом, он, вот, мне было приятно, он сказал... Он ничего не уважает, как-то он же его описывает в этом ролике по теологии, любой религиовед, мне кажется, должен, ну, я не знаю, прошу прощения, как вы отнеслись, но когда он описывал религиоведение, сразу понятно, что это просто, опять-таки, полемический конструкт, просто попинать теологии, не имеющие в религиоведении никакого отношения. Ну, может быть, хотя, на самом деле, ну, просто религиоведение ему не может не нравиться, потому что в религиоведении сейчас главный тренд, там, 21 века, это использование, естественно, научных методов, в том, чтобы там постичь религиоведение. Опять-таки, насколько он главный, это вопрос, тут вопрос, как оценивать главное, вот, но он, по-моему, не поэтому ему нравится, а потому что для него религиоведение, ну, опять-таки, значит, почему теологи часто не любят религиоведов, и это взаимно часто, потому что в какой-то момент религиоведение выросло, потому что, почему мой папа на религиоведном богосовском факультете? Была большая задача построить не атеистическое религиоведение, не атеистическое, не в смысле, опять-таки, какой-то православной легивидности, а в смысле, чтобы это не было и идеологией, и примитивной, и глупенькой идеологией, задача которой доказать, что Бога нет. То, как бы, ну, к науке не имеет никакого отношения для любого человека, который чуть-чуть занимался наукой. Вот. Ну, да, а когда, ну, просто, ну, Панчин же прямо говорит, что вот, если кто-то исследует религию как явление общества, ну, конечно, там, я сейчас очень недословно цитирую, но, в общем, да, именно там весь был пафос в том, что, ну, вот, это такая штука в обществе, которая, которую верят глупые люди и позволяя им тобой манипулировать. Там же это, ну, практически прямо проговорено было. Причём здесь религиоведение. Нет, там такого не было. Там просто говорилось о том, что, ну, то есть Панчин как раз на вот этой дихотомии играет объективное-субъективное, да, что это объективный взгляд, а то, типа, субъективный. И, ну, при этом... Ну, да, но там была принципиальная пресуппозиция, что это редукция религии до явления общества. Ну, это можно отдельно... Ну, да, только, ну, то есть, в общем-то, современные концепции, современные религиоведения, оно, в общем-то, делится на два лагеря, условно-редукционистские и условно-нередукционистские. И нередукционистское религиоведение — это феноменологическое, собственно, которое не сводит религии. Ну, то есть... Нет, нет, просто смотрите, вы же говорите... Да, если несколько округлять. Просто вы же говорите о сведении к социальному, к там, социативлению общества. Это же чистый марксизм. Да, да. А мне кажется, что наоборот сейчас... Ну, вот, опять же, в том, что я вижу, там, актуально... Ну, если вы откроете там какой-нибудь религиоведческий журнал, наиболее высокорейтинговый, там, на английском языке, то там большая часть... Ну, понятно, что если мы смотрим, там, на историю религии, то это совсем другая степь. То есть там говорить о редукционизме вообще не приходится. Это чисто дескриптивная дисциплина. Ну, это история про то, как оно было, условно. Но если мы посмотрим на объяснительные какие-то попытки объяснения, то они все, скорее, естественно, научные. То есть там самое вот модное направление, ну, вот, как я, опять же, это не фактическое суждение, а оценочное. Там, когнитивное религиоведение, которое стремится объяснить возникновение религии при помощи, ну, там, изучения мозга человека, условно говоря, и механизмов... Ну, да, да, но и тоже, с другой стороны, сразу вызывающую критику. Ну, у нас просто, я прошу прощения, тоже я в актуальной религиоведческой студии не очень погружал, но просто я читаю наш вестник, там тоже была как раз рецензия на книжку критикой когнитивного религия. Опять-таки, чисто не церковной, естественно, это вообще никакой писал, а именно просто чисто с философских позиций. Поэтому все выводы, которые делаются, все равно, ну, как обычно, достаточно заложены в предпосылках исследователей. Ну, при этом какой-то... Нет, это я просто к тому, что дискуссия идет, причем не то, что это у нас, а в смысле, что там, естественно, это сразу вызывает дискуссию. Да, ну, понимаете, дискуссию-то вызывает, в принципе, все в нашем мире. Я просто говорю о том, что это направление, оно очень сегодня... Ну, его очень любят и очень уважают как раз-таки вот люди, настроенные негативно по отношению к религии. Но я считаю, что это не проблема самого когнитивного религиоведения или любых других попыток объяснить феномен религии. Я понимаю, что для... Ну, наверное, для человека верующего это может звучать даже оскорбительно, да, то есть вот как вы говорите об опыте веры, взять и это попробовать объяснить или там свести к чему-то, как вот писали Стругацкие, да, там, понять, значит, упростить. И для человека попытка сама по себе религию к чему-то свести, это уже оскорбление. Но я как бы... Ну, при этом я не считаю возможным здесь в одну из двух крайностей погружаться. С первой крайности это говорить о том, что вот это все, значит, это все какая-то ахинея, вот это невозможно свести. Ну, почему невозможно? Ну, то есть... Эта дискуссия актуальна, она ведется. И при этом, да, да, религиовидение, оно претендует на эти лавры. То есть религиовидение претендует на то, что мы можем, по крайней мере, мы можем попытаться найти объяснение самой религии. А при этом это не является предметом теологии, насколько я понимаю, от слова совсем. Поэтому они тут вообще не конкурируют. Нет, конечно, опять-таки, я с вами полностью согласен здесь с заключением того, что я не верю, что могут быть хорошие книжки, хорошие, качественные, академические книжки, где написано «мы объяснили феномен религии». А просто, потому что, опять-таки, важно понимать, что я сейчас абсолютно с вами не в том, что я церковный или верующий или какой-то другой человек, просто чисто с научной точки зрения таких хороших книжек не бывает. Не бывает. Потому что, ну, чтобы сделать такие заявления, это должна быть либо очень большая книжка большого коллектива авторов, либо еще что-то, да. В общем, ну, просто, ну, как бы, понимаете, типа, я не знаю, книжка «Я объяснил общество». Вы верьте в такую книжку? Научность. Высокую научность такой книжки. Я не верю. Просто, опять-таки. Это не значит, что ее не надо читать, что там не может быть хороших научных каких-то, тем не менее, ну, какой-то там анализ и так далее, да, проделан. То есть вопрос, какая там фактология. Вопрос, какая там фактология. Когда в итоге книжку облекают, ну, опять-таки, можно хорошее научное исследование облечь, чтобы оно потом продавалось, какой-нибудь кликбейтный заголовок и туда приписать какое-нибудь введение заключения такое, ну, чисто прикол. Да, но хорошая научная составляющая там будет тогда фактический, фактический исследовательский материал. И бывает, что фактически исследовательский материал дал ответ, ну, сказал, я раскрыл, объяснил религию, происхождение религии. Просто так не бывает. Это я абсолютно согласен, хотя вот, например, книга Паскаля Бойе, ну, причем это у него не главная книга, вот, объясняя религию, она у него, ну, то есть она как раз популярно написанная. То есть у него есть там другая книга, которая чуть более научная, чуть менее популярным языком написанная. Но при этом это наука 90-х годов, с тех пор, как когнитивная религиоведение двинулась очень вперед, и, ну, при этом я согласен, что там объяснение религии, это звучит как-то, ну, примерно как вечный двигатель, или там, ну, это звучит очень амбициозно. Но почему бы не ставить перед собой какие-то амбициозные задачи? Понятно, что не в одной книге, но, скажем, чем занимается когнитивная религиоведение? Оно при помощи там, в том числе, естественно, научных методов пытается отдельные элементы религиозности подвергнуть какому-то объяснению. Да-да-да, нет, это еще вполне возможно, конечно, но опять, это же просто, опять, дальше здесь возникает просто вопрос к их философской импетентности, в том смысле, что, ну, я говорю, ну, это как там эволюционистское описание человека, поведение там, ну, да, то есть, замечательные все вещи, когда они, ну, особенно, когда это действительно наука, а не эрундистика, это очень хорошо и интересно, да, но как бы как только это превращается в «мы объяснили человека», ну, это сразу становится чем-то другим. Я слышал какую-то забавную лекцию в Оксфордскому какого-то там, тоже такой стандартный, а, это у вас же было, да, что апелляция к оксфордскому профессору, это не аргумент. Но, тем не менее, это, значит, правда было, значит, в рамках курса как-то там эвиаристики. Это сам, если вы, скорее всего, услышали. Нет-нет-нет, это, значит, это, я говорю, я просто что-то залез на эту оксфордскому профессору и там что-то по бихевиализму слушал, нет, значит, да, вот, и там было, короче говоря, что да, в целом, вот, ну, вот такой-то поступок человека, не помню, да, мы можем найти ему там объяснение от, значит, дальше было там четыре варианта, одно из них эволюционистское, и там, ну, что-то там дальше от нейронов, и еще что-то там от чего-то, что-то такое, ну, что-то психоаналитическое, еще какое-то, да. Он говорит, ну, вот смотрите, как бы, просто именно потому, что все четыре подхода есть, да, значит, как бы, ну, это показывает их границы, и он говорит, что мы, да, собственно, будем вот этими четырьмя подходами пытаться анализировать разные поведенческие штуки, ну, на конкретных там кейсах, которые он дальше, собственно, излагает, ну, в общем, результаты анализа разных исследователей именно вот разных подходов, именно с тем, чтобы показать, что человек все равно не сводим в итоге к этой штуке, вот, и в этом смысле, опять-таки, любой из этих анализов отдельный, хорош, да, но просто как только кто-то начинает, начинает говорить, что мы объяснили человека, а в итоге, если мы объяснили человека, ну, дальше это просто выход в другое поле, уже не в академии. Да, ну, я думаю, что мы с вами обозначили как-то позиции, но при этом я вот могу сказать, что я верю в возможность, не то что какого-то вот универсального объяснения, это чистый марксизм, одно объяснение нашли, и сидим радуемся, как бы, да, и, ну, на мой взгляд, поиск комплексного объяснения, это вполне себе решаемая задача, пусть там ни сегодня, ни завтра, с развитием искусственного интеллекта, с развитием, естественно, научных методов, ну, то есть мы можем понять религию лучше, это не значит, что мы сейчас ее объясним, потому что, ну, объяснение может иметь идеологический окрас, да, мы объяснили, значит, мы разоблачили, но если религиовед вам говорит, что ему нужно разоблачить религию, то он не религиовед, хотя, кстати, вот даже в советской школе там научного атеизма, ну, были по-настоящему выдающиеся исследователи, которые писали дежурную строчку там про учение Маркса всесильное, потому что оно верно, его-то религия, там, попы дурят народ, а потом писали там 400 страниц выдающегося научного текста, и потом последнюю страницу в том же духе, то есть это... Да, да, конечно, конечно, у Папы есть, просто у Папы есть одна из книжек про историю научного атеизма, и религиоведение, это такой один из невозначенных сюжетов, он, собственно, ровно это и хочет показать, что религиоведы тоже, в общем, собственно, против тех, кто говорит, что все религиоведение это советский проект, он говорит, что да, даже в советском проекте все было по-разному, и люди, да, были вынуждены пользоваться стенгом, но при этом вполне могли при этом заниматься настоящей академической деятельностью, конечно, да. Да, таких примеров очень много, и, в общем, если поскрести любого религиоведа современного, да, который, значит, начинал деятельность в Советском Союзе, то он наверняка был деятелем, значит, кафедры научного атеизма, это для кого-то там оскорбление, но я считаю, что это абсолютно, ну, то есть людей за это шеймить и стыдить этим, это, ну, просто полная глупость. То есть, понятно, что научный атеизм, это, ну, ничего научного в этом нет абсолютно, да, и, ну, это просто идеологическая такая история, но там были по-настоящему там выдающиеся исследователи, вот, которые, ну, занимались своими делами, в общем-то, а чтобы государство им не сильно мешало, они просто вот это добавляли дежурные фразы, так, ну, кстати, многие так, наверное, социальные науки работали. Конечно, даже уверенцев они есть, что уж там. Давайте тогда, давайте тогда следующее задам, острый вопрос. Вот скажите, пожалуйста, занимаются ли теологи и вообще является ли предметом интереса теологии сопоставление религии и выявление более правильной или менее правильной религии, является ли это предметом теологии? Да, здесь, конечно, все просто, нет, не является. Опять-таки, может быть теологические исследования, там, взгляды таких-то, таких-то на ислам. Или, ну, вот у нас какой-то студент что-то такое писал, типа, антиисламская полемика, там, ну, в общем, фейтистских богословов 14 века, да. Да, это вполне может быть. Ну, это, опять-таки, это действительно, то есть, понятно, что, как бы, ну, грубо говоря, наверное, вот такое исследование вполне могло бы быть и религиовическим в чистом виде. Понятно же, что все-таки тоже важный тезис, который я не проговорил вначале, а хотел, прилетел. Ну, конечно, граница наук – это вещь, ну, по-многому условная, и это, на самом деле, во-первых, это элемент договоренностей, во-вторых, это просто институциональные вещи. То есть никакого объективного религиоведения, простите, и объективной теологии не существует. Да, это, ну, мы так договорились. И так, ну, так делаются кафедры, институты. Это просто способ существования, поэтому, конечно, существует ряд работ и тем, которые вполне могли бы относиться к разным темам, ну, к разным дисциплинам, да. При этом, я говорю, это не мешает, конечно же, дальше, ну, выделять какие-то, ну, особые подходы и разницы. Вот в этом смысле, да, в целом, ну, понятно, что, да, исследование, я говорю, анти-мусульманские полемики, там, такого-то века, неважно какого, ну, в общем, мог бы, наверное, кто угодно заниматься вполне. Просто история мысли, она и есть история. Да, ну, по мне это чисто, было бы чисто религиоведение, но ведь если мы посмотрим, вот как вы говорили вначале, на всю вот эту историю, на историю становления и развития религии глазами церкви, церковными глазами, то, значит, иудаизм — это ложь в одну сторону, потому что, ну, они до сих пор ждут Мессию и как-то вот ее не могут дождаться. Ислам — это, ну, в общем-то, ложь в другую сторону, потому что они считают, что, там, Мухаммад был последним пророком, и что он принес какое-то знание, которого не было у христиан, и что христиане все переврали, и все остальное, в общем-то, то есть, по сути, с такой церковной точки зрения, все остальные религии — это именно что ложь. И получается, что, ну, написав работу такого содержания, ты, ну, по сути, напишешь теологическую работу. Или это... Че-че-че, вот этот переход я не понял. До этого я полностью согласен. Я как церковный человек считаю, что, да, иудеи зря ждут Мессии, он уже пришел, а мусульмане зря, как бы, верят, что Мухаммед — самый главный пророк. Тут я все согласен. Вот какую научную работу я в этот момент написал, подскажите, пожалуйста, я что-то не понял. Ну, если вы используете аргументы, да, вот, например, да, иудеи, и мусульмане, они ссылаются на священное писание. И отстаивают свои тезисы таким образом. Но ведь если вы рационально проанализируете священное писание, покажете, что вот тут они неправильно процитировали, тут они неправильно, значит, перевели, тут то-то-то-то-то, получается, что в этом они ошибаются. Следовательно, там, основа их мировоззрения и критики христианства, она базируется на ложные предпосылки. Это же рациональный подход, получается. Чем не богословие? Опять происходит смешение богословствования и теологии, как научно-то... Я прошу прощения, но мой ответ здесь всегда вот один и простой. Ну, не пишется такая богословная, научная работа, чтобы ее защищать, да, я говорю, в рамках академического. Написать можно все, что угодно, мы в свободной стране и так далее, да, но при этом, но при этом... То есть я говорю, я могу написать, почему... То есть я могу, да, выявить с точки зрения церкви на это, я могу вполне гуманитарными абсолютно показать, что церковь считалась, что они считают не так. Я говорю, вот это вот один шаг в уходе от себя, собственно, да, вот это опосредование, да, отделение себя, собственно, которое задает научную герменевтическую процедуру, мне кажется, да. Вот это и делает, собственно, теология и любую другую нормальную науку, герменевтическую науку, да. То есть, когда люди пишут, там, конечно, возникают сложности, там, типа, с ребятами, типа, там, аналитической философии или аналитической теологии, или философы языка. Он, собственно, философ, и он публикуется в философских журналах, и там же публикуются и философы-исследователи. У него прямо статья, типа, ну, вот, там, ну, как устроен язык или, там, философия, типа, я сейчас что-то придумаю, я сейчас что-нибудь... Типа, да, вот, как устроено, там, я не знаю, ну, грубо говоря, как устроено мышление, конечно, в каком-то аспекте и так далее, да, но тем не менее. Это именно философствование. Ну, и, да, и почему бы это не публиковать в журнале по философии? Но все-таки это качественно другое высказание, чем исследование истории философии. Такой-то и такой-то считали относительно к вопросу так-то и так-то. Вот. И здесь то же самое. Принято. И тогда, наверное, такой самый интересующий меня вопрос, самый такой для меня болезненный. И, да, вот, я думаю, вы знаете, что религиоведы, ну, когда они слышат слово секта, они подпрыгивают так немножко на стуле, потому что... Да-да-да. Потому что этот термин, он абсолютно используется некорректно и используется как стигматизирующий термин, что вообще недопустимо в религиоведе. В науке, в принципе, это недопустимо. Ну, там, не знаю, называть, ну, там, называть определенную категорию людей уродами, например. Нельзя так делать. Ну, просто нельзя, нехорошо. Нужно как-то вот, не знаю, придумать другой эфемизм, как-то более нейтральный. Правильно ли я понимаю, что органической частью теологии является такая замечательная дисциплина, как секта видения? Или это, вот, как я понял для себя, то есть можно быть, условно говоря, да, что-то высказывать на эти темы, не пытаясь быть академическим теологом. Вот что я именно вынес важного из нашего диалога. То есть человек может высказываться на какие-то церковные, околорелигиозные темы, не претендуя на статус именно ученого, академического теолога. Так вот, сектоведы, они претендуют на этот статус? Они являются академическими теологами или нет? Да, вопрос действительно сложный и действительно во многом болезненный. Значит, смотрите, по поводу слова «секта». Все сложно, просто, да, по пунктам, по поводу термина конкретного. Насколько я знаю, есть разные, опять-таки, это вопрос, дано ли ему определение или нет. Насколько я понимаю, главная претензия тем, кто использует его термин, чаще всего, что оно просто не определено. Ну, или определение, которое дано, оно не, ну, грубо говоря, не эвристично, то есть, себя пользуются, чтобы действительно отделять феномены друг от друга. Вот. Если дано определение, с ним можно работать. Оно само по себе не обязательно стигматизирующее. Опять-таки, слово «секта» таким, так работает в нашем языке, да, но это не повод запрещать делать его термином, учитывая, что такая традиция существует. И, насколько я знаю, есть коллеги, которые пытаются предложить какое-то рабочее определение секции. Не знаю, есть ли удачные результаты. Вот. Но знаю, что такие попытки есть. Да, и если в этом смысле, да, как бы мы, ну, там, да, какие-то попытки определения через, так сказать, да, ну, опять, это звучит так, агрессивно или как-то обесценивающе, да, но в смысле, что это паразитические религии. Не религия, а течение, да, течение. В смысле того, что, ну, как бы, это течение, если брать какой-то мейнстрим и при нем какой-то, значит, да, отстраивающий себя от мейнстрима, да, то есть его идентичность отстраивается так, что вот есть мейнстрим, а мы не такие, ну, то есть, на самом деле, такие же, но только правильные. Я сейчас просто предлагаю и предполагаю, да, по-моему, собственно, Мартинович предлагает белорусские, вы, наверное, знаете, да, что-то такое. Вот, значит, при этом мой папа написал статью, которую я могу всем слушателям рекомендовать, знаете, что нужно лицевой бороться с сектами, что-то в таком духе, да, где он, собственно, говорит, что такие проекты все равно будут не очень удачными, и нужно пользоваться другим терминологическим, опять-таки, корректным академическим аппаратом для развлечения разных религиозных течений. И это, на самом деле, очень полезная вещь для религиоведения, потому что, ну, опять-таки, как и религию очень сложно определить, да, так и, ну, вот, как граница религиозного течения совсем не простая штука, совершенно нетривиальная штука. Ну, там, любые концепты вроде христианства, понятно, что проблематизируются на раз. Вот такое христианство. Как бы христианство не особо есть, да, христианства скорее нет, конечно. То есть церковь гораздо более беспроблемная вещь, чем какой-нибудь христианство, да. Просто, просто определение секты есть, вот, оно есть, и оно было актуализировано изначально, там, Трюльчем, Вебером, потом дополнено Нибуром, оно есть, оно, оно консенсусное, оно общепринято, да, то есть секта, как, ну, условно говоря, вот, да, вот, ну, естественно, самое слово паразитическое, это отсылающее к корейскому фильму, да, Скороносному про паразитов. Ну, то есть, естественно, там есть признаки секты. Например, секта, она всегда, там всегда выше уровень религиозной вовлеченности, чем уже в деноминации или церкви, просто потому что это... Ну, это же не определение, что такое выше. Нет, ну, в смысле, ну, это вполне верифицируемые вещи, на самом деле. Нет, нет, потому что религиозная община делится на более высокую, на менее высокую вовлеченность. Любая община, и в ней есть ядро секты и периферии, разная степень вовлеченности. Что мы тогда говорим, что ядро общины – это секта, ну... Нет, ну, в смысле, есть вполне четкое определение, да, то есть это отколовшееся, условно говоря, от мейнстрима, да, от считающего себя носителем подлинного, значит, смысла. И понятно, что с точки зрения, там, религиоведения современного, ну, например, движение пензенских закопанцев является сектой, вот просто это секта, потому что ребята, как бы, откололись, отсоединились от православия, при этом считали, что именно они подлинные выразители идеи православия, и что там ИНН, и, значит, все остальное, поэтому давайте закопаться, давайте закопаемся, сейчас будет конец света, второе пришествие Христа. При этом там был очень высокий уровень религиозной вовлеченности, что можно просто посчитать, да, по метрикам, например, Чеснокова там метрику делала по религиозности, вот, и, собственно говоря, ну, там есть определенный набор признаков. А вот, например, простите, там, какие-нибудь кришнаиты или какие-нибудь мормоны – это вообще никакая не секта, или муниты. То есть это просто, когда мы называем все подряд сектами, мы, ну, тем самым нивелируем вообще саму ценность этого определения. Ну, так все-таки, вот сектоведение – это академическая этология, или нет? Я так и не услышал. Да-да-да, следующий пункт. Значит, сектоведение. Значит, на мой взгляд, скорее, нет. На мой взгляд, нет. Поэтому вопроса особо нет консенсуса. Значит, оно преподается в богословских курсах часто, наверное, даже плюс-минус везде, хотя не знаю тут, насколько везде, да. Но тоже надо понимать, что, да, преподавание и академическая деятельность – это разные вещи. В каком смысле? Да, когда историк, историку читают курс какой-то истории, там, античности, 5-го века, 25-го века, да, это же тоже не, то есть на ранних особенно курсах, да, это же не, это даже не знакомство с академической деятельностью, да, это просто, ну, рассказ фактов, то есть просто нужно набить базу себе, набрать даты, деятели, персонажей, их соотнесеть, да. Ну, такие базовые исторические курсы для историка – это просто вот было так, 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 потом так, так, потом так, 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 так. В хороших случаях это мы знаем оттуда, это мы знаем оттуда, но все равно, да, это уже результат академической деятельности, а не она сама, да, то есть просто это. Вот, и тоже богословие, тоже есть, например, курс догматического богословия, да, который не является, собственно, ну, вот, то, о чем я говорил, да, там, собственно, рассказ. Вот, по мнению церкви, там, Бог триедин, Бог по отношению к самому себе, ну, и это все рассказ. Именно потому, что это просто база, которую надо знать для дальнейшего исследования, чего угодно, как историка. Вот текстоведение, если оно в курсе есть, оно может быть в этом курсе, в этом качестве, в курсе бегословия находиться. Именно в смысле знакомства с основными отделениями от христианства. Я думаю, что это вполне может быть и академически корректно сделано, и, соответственно, вполне корректно преподано. Это может неплохо смотреться в рамках общего образования. Просто я по долгу службы прослушал очень много курсов. Я, кстати, введение в догматическое богословие тоже слушал. Мне, кстати, было безумно интересно, честно говоря. Но когда я слушал курсы по сектоведению, у меня, честно говоря, челюсть отвисала. То есть, когда курс читается с позиции того, что вот это плохие религии, это буквально, это вот плохие религии, они вот все такие неправильные, там вот людей так обманывают, там вот такая вот глупость вероучения. Ну, для меня, как для светского религиоведа, это просто, ну, это абсолютная дичь. Это просто недопустимо. То есть, рассказывая такие вещи, с моей точки зрения, с такой интонацией, с такой методологической установкой, на мой взгляд, это просто недопустимо. Точнее, это допустимо. Вот еще раз, да, это допустимо, если это не финансируется из государственного бюджета, например, если мы говорим на юридическом уровне, или если это не называется наукой. То есть, как я понимаю, ну, в семинарии, скажем, да, в духовной академии, могут преподаваться курсы, которые и не претендуют на то, чтобы быть наукой. То есть они, ну, то есть... Да, абсолютно. То есть готовится священнослужитель, он не обязан быть ученым, как бы, это вообще другая профессия абсолютно. Да, 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 да. Вот. И поэтому, вот я так считаю, да, могут читать, могут рассказывать, что вообще, что все религии, недорелигии на самом деле, и только вот наша одна, не православие, любая, да, вот наша одна самая правильная. Ну, пожалуйста, за закрытыми где-нибудь дерьми, без государственного финансирования, без статуса науки. На мой взгляд, вот это правильно. А как-то пытаться, извините, как бы усидеть и здесь, и здесь, это не совсем правильно. Но это вот моя такая позиция, что либо мы как-то вот соблюдаем какие-то базовые критерии научности, например, не делим религии на правильные и неправильные, там, тайна ложных учений, там, или там ложные или истинные учения. Ну, смотрите, тоже здесь чуть-чуть сложнее, потому что в целом, опять-таки, я, конечно, с вами, так сказать, в общих рамках абсолютно согласен, конечно. Я не говорю, все немножко сложнее. Например, про бюджетное финансирование. Понимаете, финансируются разные вещи, да, и в общем государство может выделять деньги на то, чтобы готовить людей определенного типа. И оно это делает, да. И, опять-таки, мне это в целом скорее не нравится, опять-таки, ну, просто по личному бэкграунду, там, еще чему-то, да, но, конечно, наши, я не знаю, простите, но, опять-таки, у нас есть политологи. Вот вы как относитесь к науке политологи? Знаете, что есть кандидаты политологии? Не истории, а политологии. Вот это вот насколько это вот чисто академическая, верифицируемая, так сказать, наука? Возникают вопросики. Нет, просто тут проблема-то не в этом. У меня первое образование юридическое, я прекрасно знаю, что у нас по конституции религиозные объединения равны между собой, и поэтому государство просто не может выделять средства на то, чтобы одна религия, да, там, или одно религиозное объединение... Да, не совсем так. Смотрите, у светского есть несколько пониманий, да, это либо когда у всех есть равные возможности, либо когда все равно притеснены. Это не одно и то же. Равные возможности, это значит, что, если вы хотите, мы можем финансировать вас, финансировать вас, финансировать вас, да, и как бы одно, ну, и дальше степень обязательности, да, вопрос. То есть, грубо говоря, если ты это вводишь в школах, это одна история. Если ты в каких-то, например, районах государства нашего, разного, многонационального, многоэтнического и все прочее, вводишь, соответственно, ну там, да, не знаю, финансируется что-нибудь, ну что, в этих самых, ну какие-нибудь праздники финансируются в каких-нибудь наших кавказских республиках. Ну просто, в смысле, финансируются деньги, а из них часть тратится на благоустройство города, праздники. И там, естественно, все делается в мусульманские дни и так далее. Я в этом ничего плохого не вижу. Так я тоже не вижу. Так я не вижу ничего плохого. Я вижу плохое, если бы в эти дни на государственные деньги, значит, объясняли бы, скажем, какие-нибудь исламские проповедники, рассказывали бы, что, ну это все, это все неправильно, значит, все остальные религии, это все, значит, паразиты, сектанты, там, негодяи и так далее. А вот у нас, то есть я считаю, что, ну, это фактически, вот я когда слушаю эти курсы, причем есть из них более, как бы, презентабельные, скажем, ну, где человек просто рассказывает достаточно сухо фактуру, как бы без особо, без особенного, как бы, сказать-то, без негативных коннотаций. Ну, понятно, как он к этому относится, но он, по крайней мере, этого не выражает. Но есть отдельные, скажем так, курсы, когда это рассказывается в таком ключе, что, ну, это очень агрессивно рассказывается. Я считаю, что вот это уже неправильно. И, ну, и с этой точки зрения сектовидение никак нельзя назвать ни наукой, ни академической дисциплиной, ни вообще чем-либо таким. Это просто внутри, ну, как бы, то есть понятно, что священник, он должен иметь инструментарий для того, чтобы спорить в том числе вот там и объяснять верующим, почему вот эти, вот эти, к этим лучше не ходить. Это абсолютная норма. Я вот еще раз, да, я не говорю, что давайте распустим сейчас церковь, и давайте вот, давайте сейчас вот перестанем готовить священников. Но если в нашем сегодняшнем диалоге, да, мы настаиваем, точнее, вы настаиваете на том, что теология именно, что наука, вы говорите, что за это долго шла борьба, то не является ли это каким-то дискредитирующим фактором, что ли? Я это не утверждаю, просто вот спрашиваю ваше мнение. Да, отчасти, на мой взгляд, является, если это происходит в академическом пространстве, выдается за академический дискурс, то, конечно, плохо. Я говорю, просто я к этому спокойнее отношусь, потому что, ну, я говорю, ну, тоже не хочется брать какие-то такие темы, ну, значит, ну что, я говорю, в истории у нас нету идеологии, которые излишне эмоциональные, которые, по идее, не надо было бы делать на государственные деньги, в таком виде, опять-таки, это же речь, вы говорите сами, это про тон, про интонации, про, ну, про посыл, да, про дискредитацию других людей. Что, у нас этого нету, что ли? Да или дальше, я назову любую другую гуманитарную науку, там это будет. Ну, давайте лучше этого не будет нигде. Давайте пусть... Абсолютно поддерживаю, абсолютно поддерживаю. Я за чистоту академического дискурса всеми руками. Абсолютно, конечно. Поэтому, опять-таки, на мой взгляд, да, вместо сектоведения должен быть нормальный курс истории религий. Он, конечно, должен преподаваться, если это в рамках теологического бакалавриата, там, скажем, или мастер-катуры, конечно, должен преподаваться, ну, по схожему сектоведению принципу, в том смысле, что у нас не просто все науки религии, ну, то есть, там, я говорю, науки Южной Америки нас, в общем, сильно меньше интересуют, если мы не католики. Католиков, может быть, они больше интересуют, сколько они там вместе занимались активно, да, а именно, что, да, вот те религии, религиозные течения, ну, я говорю сейчас, в узком смысле, в условно-строгом смысле секты, да, почему бы не преподавать, если говорить, вот там, да, от христианства в такой-то момент отделилось такое-то течение. Ну, и дальше понятно, да, там, есть, ну, в общем, понятно, да, есть разница между иудеями и мусульманами, между католиками и протестантами, они тоже все друг друга, когда кто-то от кого-то отделялся. Да, ну, понятно, что это разные масштабы, да, есть, я говорю, вот там, какие-нибудь хлысты, ну, и так далее, и так далее, да, в общем, знать это хорошо и нужно, преподавать это, конечно, нужно в академическом пространстве, оставаясь в рамках. Это совершенно можно никак не противоречить тому, что человек будет верующим, будет теологом, и при этом практикующим церковным человеком, конечно, это было хорошо и возможно. Я думаю, мы с вами можем на этом сойтись и согласиться, потому что, как мне не нравится, когда религиоведы, хотя я почти такого не встречаю, на самом деле, даже если вы посмотрите на, ну, скажем, то, что писала госпожа Тажуризина, да, которая, сравнительно, недавно ушла из жизни, которая была прям убежденной, убежденной атеисткой, марксисткой, значит, такого направления, ну, она никогда не писала вот таких вещей в духе религии, там, вот, то, во что верят, как там фейковая цитата Карла Великого, да, христианство, придумали жулики, что-то, а верят дураки, что-то вот такое, да, на самом деле, такой цитаты никогда не было. Ее, кстати, цитировала, я помню, Юлия Латынина, такая прекрасная женщина, вот, цитировала выдуманную цитату, я это вырежу потом. Вот, то есть, я почти не встречаю обличительного пафоса в современном религиоведении, вот почти не встречаю, чтобы там вот было такое, знаете, прокурорское религиоведение, что вот глупые веруны, это разве что в каком-нибудь, ну, это уже маргинальная какая-то история. Я, кстати, сам против этого борюсь. Например, у меня есть... Ну, опять-таки, это же вопрос... В религиоведении, конечно, уже, действительно, уже этого нету, хотя тоже, конечно, еще было. Сейчас уже нету, это замечательно тоже. Но, опять-таки, да, почитатели и комментаторы ролики Панчина, да, и вот этой компании... То есть, опять-таки, это вопрос уже не про академическое пространство, а про его влияние или не влияние на, ну, приятие довольного феномена сообществом, да. И, соответственно, ну, понятно, что, да, наверное, конечно, Александр такого прямо нигде не говорит, но все, по-моему, вполне степен. Ну, он почти прямым текстом это говорит. Он просто не является частью академического сообщества в контексте религиоведения. Да, религиоведения, конечно, да, да. Он просто внешне абсолютно, как говорят, захожанин. То есть, он в нашем доме лишний элемент, его никто сюда не приглашал, он сам пришел. Вот, и, в общем-то, в этом плане, ну, к тому, что он говорит, у меня много вопросов, на самом деле. И я, например, считаю, что, ну, почти весь ролик про теологию это набор каких-то либо штампов, либо манипуляций, либо заблуждений. Но другое дело, что... Абсолютно, я говорю, ну, это просто же... То есть, опять-таки, при том, что если бы, как бы, там есть некоторая критика совершенно справедливая по отношению к тому, что является болезнью теологии. Да, такого быть не должно. Если болезнь выдавать за норму, то да, какие-то вещи есть, какие... Ну, то, о чем я говорил, да, как действительно эта опасность есть. Ну, во-первых, у любой гуманитарной науки, во-вторых, в теологии, наверное, она действительно чуть больше, чем везде. И в этом смысле теологи должны быть особенно на страшу, да. То есть, опять-таки, да, я... Вот, собственно, чего я хочу. Очень-очень важно, защищая, да, теологию, не говорить, что Панчин не прав, нет, вот все так и должно быть, как то, что он обличает, да. Естественно, да, что теологи этого никогда и не говорили. В этом смысле. Ну, на самом деле, я много сегодня нового для себя узнал, потому что, ну, было очень важно услышать позицию, действительно, человека, который этим занимается, на академическом, на профессиональном уровне, потому что, ну, мне кажется, что очень у многих людей есть достаточно отдаленное представление о том, что такое теология. И я, в общем-то, всем настоятельно рекомендую... О, а, кстати, можете, пожалуйста, Николай, вот под конец, напоследок, посоветовать журнал научный, в котором можно посмотреть вот работы, которые являются, с вашей точки зрения, ну, хорошими, да, академически выверенными именно работами по теологии. Я думаю, что мы туда наших слушателей отошлем, чтобы они могли прямо познакомиться с образцовыми примерами, скажем так. Ну, конечно, да, «Вестник по Истыгулу», первая серия, где теология, часть именно теологической работы, ну, можно назвать петербургской... То есть сейчас, ну, собственно, ваковские журналы, те, которые давно ваковские, те, которые недавно вошли, я пока не готов за них отвечать, потому что мы еще их историю не видели, вот, ну, какое-нибудь, я говорю, христианское чтение, а, «Вестник Екатеринбургской духовной семинарии», между прочим, там, «Екатеринбургской семинарии», в значительной степени, ну, и журнал делали наши выпускники, вот, там очень достойный научный уровень, очень достойный. Ну, и дальше можно еще, я говорю, ну, там, «Гословский Вестник», им, да, тоже в основном работы крепкие. Потому что там уже, опять-таки, вот эти все три последних, поскольку они публикуют много, у них там по шесть номеров в год, и в каждом статье по двадцать, я не готов сказать, что там прям каждая – это блестящая статья. Ну, вы же понимаете, да, когда у тебя двадцать статей и шесть номеров в год, ну, это просто много. Вот, но все-таки это вполне крепкий научный уровень. Спасибо большое. Я обязательно оставлю ссылки на сайты в описании, можно будет найти и ознакомиться. И сам, в общем, пойду ознакомливаться, потому что, честно говоря, столько всего нужно читать по… столько всего религиовического нужно читать, что в теологические работы я давненько не захаживал, хотя, когда был вот этот скандал с первой диссертацией защищенной, я, по-моему, ее даже прочитал. Но как-то мнение особого не выработал на этот счет. Это в хорошей диссертации. Николай, большое вам спасибо за то, что вы сегодня присоединились, за то, что вы в каком-то смысле нам открыли глаза, высказали, в общем, свою позицию. Я считаю важным, чтобы на моей площадке, в том числе, разные точки зрения звучали. Большое вам спасибо. Может быть, скажете что-нибудь напоследок, какое-нибудь напутствие? Ну, спасибо большое. Да, на самом деле, действительно, хочется больше такого общения. В какой-то момент у нас факультет был… Ну, и вот сообщество очень было настроено на такое дело. Очень много сделало для такого диалога с теологическим сообществом, ну, московским там, да, первым. Но не только. Ну, Игорь, это вот такое было важное дело, чтобы разные науки о религии общались друг с другом. Потому что, Игорь, нельзя было построить теологию вот просто саму по себе. Важно было именно показать ее место в круге наукорелигии, ее соотнесенность и полезность, и взаимополезность всех этих наук друг к другу, потому что они все друг другу действительно полезны. Мы мало говорили про философию религии, а это все-таки тоже отдельное направление и значимое. Вот, но действительно, вот как-то последнее время, потому что именно мы, ну, вот пробили, да, эту такую стенку и начали защищать богословские, вот сейчас наш основной интерес именно, ну, вот, готовить эти работы. То есть, если мы открыли эту возможность, сейчас у нас вот в прошлом году открылся собственный диссертационный совет, ну, и понятно, мы сейчас сработаем, чтобы все готовили диссертационный, ну, кандидатский, докторский. У нас сейчас такая волна защиты идет. Я там был ни первый, ни последний, и там и мои старшие коллеги, и младшие товарищи защищаются. Впереди у нас там что-то пять защит докторских. Такое время. Вот, но очень важно, конечно, вот такой диалог поддерживать. Я в этом смысле очень благодарен. И действительно, ну, для себя позволяет еще раз продумать то, что в голове как-то там не дело, да, потому что действительно очень важно не замыкаться. Важно читать друг друга, потому что тогда, собственно, это и начинает работать академическое поле, потому что оно не про то, что одна наука сама себя делает, а именно про то, что разные подходы общаются друг с другом, на мой взгляд, и действительно сильно друг друга обогащают. Я бы, наверное, на этом. Присоединяюсь. Еще раз вам большое спасибо. Всем слушателям тоже спасибо. Пишите ваше мнение в комментариях. Будем с интересом изучать. И всем пока.